Монки Понимаете, муки одни, потому что у нас нет образования, как строить это отношение, поэтому мы мучаемся постоянно. Вот что он должен был делать, допустим, она что-то тая, молчала полдня, вот теперь она нежно руку мою берет, да, я терпел все время, как бы ждал, когда она возьмет, она взяла как бы руку, да, вот. И в это время нужно пересилить себя и улыбнуться ей, сказать спасибо тебе, что ты взяла мою руку, я так тебе благодарен, что ты меня простила, вот, а у тебя в это время все кипит, как бы, ну, что такое, теперь размолчу и я, как бы. Вот, и в это время не надо бояться своих чувств, тебе, допустим, неприятно, тебе обидно, что, ну, ты должен, как бы, радостно взять руку и сказать, ой, я так счастлив, что ты простила меня, а в сердце внутри нет такого желания, внутри сейчас я тебя поубивал бы, тебя, вот, понимаете, а ты берешь, говоришь спасибо, я очень благодарен тебе, что простила. И потом можно также игриво сказать, ты знаешь, ты когда вот обижалась, мне так было неприятно, я думаю, сколько можно вообще ждать? Такие у меня такие вот глупости в голове, представляешь? Вообще ждать тебя надо бесконечно, конечно, вот, что ты на меня обиделся, надо мне ждать бесконечно тебя, но у меня внутри такое было, я вообще хотел даже вот в реку теперь тоже смотреть, как бы, и так далее. Ну, то есть, ну, это все в шутку, если говорить, она все поймет тогда, она поймет, что так нельзя делать, что, как бы, ну, что вот можно потерять человека, но если он, допустим, в реку начинает смотреть, она его руку взяла, представляешь, она уже руку взяла, а он теперь бац и в реку смотрит, вот гадо. Она руку отпускает и тоже теперь в реку смотрит. И все, как бы потом ей говорит, мы друг другу не подходим и расходятся вообще. А на самом деле, в чем причина того, что они расходятся? Любовь? Нет. А? Это не гордость. Это не знание, как действует энергия любви в отношениях и как их надо вести себя в этих отношениях. Гордость – это правильно, это гордость, да, это факт, что вот эта гордость не дает. Но люди в основном даже не понимают, что от этого надо избавляться. Потому что человек думает, если я сейчас не объясню, как вот, ну, как со мной себя вести, так как он будет всю жизнь так меня мучить. Вот, допустим, вы скажете, мой близкий человек очень грубо себя ведет, он там хамит, говорит, давай молчать, лежать там, стоять там и все прочее. И эту грубость можно легко преодолеть. Он говорит, допустим, стоять, вы так расстали, улыбайтесь, я стою. Понимаете, один вариант, или второй вариант, сам стоять. Третий вариант, и пошла. Второй вариант, как бы, стоять, стою, молчать, молчу. Как бы, теперь другой вариант, стоять, вы. И улыбайтесь ему, в шутку это делать. Ему очень понравится. Что вы сделали так, как он хочет, и не потеряли себя при этом. А уходите, улыбайтесь ему, улыбайтесь ему, хоть вам тяжело, и уходите. С улыбкой, с улыбкой на лице уходите. Спасибо. Продолжение следует...